добрые друзья вот приехали мы сегодня опять на соленое озеро вот он туда поехал я что-то решила сегодня не мазаться грязи хочу посмотреть грибы вот для этого мне нужно перейти вот через это поле сольном льняное или как его сказать там где растет фенилен вот здесь я в прошлом году нет прошлом году не было грибов позапрошлом году я собирала папе подосиновики вот сейчас я дойду до него вот если это было утро до обеда то это поле было бы все голубое а сейчас ли он закрылся ну вот прошли дожди вот какая зелень стоит вот я в лесу по-моему грибами здесь и не пахнет даже даже никакого не видать я этот лес знаю всегда были подосиновики ну хотя бы были мухоморы нет наверное сильно прожарила его за эти два года не было дождей вот птичка какая-то что за птичка там ну пройдусь подышу вот какой-то гриб то есть наверное да это сырой гриб или это свинушок большой такой это свину в большой вот такой брать я и не буду у нас называет их свинушки вот они маленькие хороший бывает коровяк еще нужно хотя вот он и не череви вы никакой я же без ножа ребята вот надумала дорогой ну хоть он и не череви как я говорю брать я его не буду поищу поменьше и шла я на другую сторону а здесь вот столько поваленных берез это ж какая мощь какие толстые березы посвалила попереломила просто вот просто поломанные лежат березы вот пень обломила и вон там еще он впереди березы большая какая сломленная и в ту сторону вон сколько поломана берез такая он огромная он торчит поломал ветер вот огроменная береза словом даже не поймешь с какого пня ее вырвало и принесло пня даже рядом нету но эту понятно это вот сиднягу надломила с корнем и тут ведь он пожар был несколько лет назад вот вот сколько берез лежит и по эту сторону леса тоже лен зеленый при зеленый а вот там как кончится этот лен колоса там будет яр обрыв а за обрывом там озеро у нас озеро называется водопойное очень большое озеро сейчас заросло камышом все здесь вот мы раньше жили вон там деревушка была сюда ходили купаться здесь охотились есть утки много карасей но я пойду сейчас он в тот лес сейчас пойду пальну по дорожке хорошо будете как я поняла что вот этот лес который справа тоже весь сломан он зайду васиночки слева может там молодых этих найду свинушков коровичков на жареху хоть наберу ален то как-то прополан вот весь виден тракторный след как проходил и вот дорожки во всю дорожке я и пойду а вон там озеро то где леня у меня сейчас вот пошла и по дорожке это видимо так проезжает трактора обрабатывают или пололи они или что ну травы то вот не видать чистая при чистая кое-где снизу подходит вот такие дорожки это для проезда видимо трактора чистый лен вот дошла до леса на пушке такие большие березы стоят живые девочки стоите вас не сломила буря ну наверное до следующей до стоят дело в том что вот здесь горел когда-то лес может года два назад и его легко легко сломить березки там он тоже бурелом все поварено а вот эти вот молоденькие видимо с той стороны ветра больше дует они даже вот смотрите растут наклоном березки грибами здесь тоже видимо я как сказать не озолочусь а вот тут я такое что-то интересное увидела как это так вот береза снизу вся как бы сгоревшие и вся сухая вверх а вот у нее какие-то вот сучки из почки из одной дала поросли такую а вон еще одна выше есть зеленая такая издалека видать странное явление природы ну что грибов никаких нет один поваленный лес ужас какие березы лежат вот вот остовы какие а вот тут похоже кто-то прибирает их уже интересный какой пень он не шевелится даже вот здесь вот пилят и кто-то не теряется возят на врова ой какие красивые тут чурки есть вот такая красивая я такую себе и домой захотела такую причудливую как чайник вот ну все выхожу из леса вот еще одна береза славана вот как переломаны еще березы ужас вот такое красивое лёня сказал что грязь не горячая и сильно он в резине лежал вот такое большое озеро подъехали поближе он какие-то птички летают кричат кулички наверное какие-то какое озеро прям гладь зеркальная тишинашки и полный ну сказал что не очень горячая сегодня под не прогревать не прогрелась земля ну вот и все пока пока поехали мы домой думаю ну не ну